Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня продолжим тему предыдущих роликах о аллергии. Я вам расскажу о пищевой аллергии. Развитие пищевой аллергии провоцируется общими для взрослых детей факторами. В первую очередь это повышение проницаемости слизистой кишечника, которая отмечается при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, недостаточной функции поджелудочной железы, диски нежзи желчевыводящих путей, Беспорядочное питание, редкие или частые приемы пищи приводят к нарушению секреции желудочного сока, развитию гастрита, гиперсекреции слизи и другим расстройствам, вызывающим формирование пищевой аллергии или псевдоаллергии. Псевдоаллергия это аллергия пищевая, которая проявляется, но не связана с иммунопатологическими реакциями. То есть иммунная система не вовлечена. Клинические проявления пищевой аллергии могут быть разнообразны. От желудочно-кишечных расстройств до кожных проявлений, дыхательных проявлений, даже и острых состояний, таких как отек квинка. Какие же со стороны органов пищеварительной системы могут быть проявления? Это зуд, жених, полость рта, горли, отечность и онемение языка, может быть даже хелит, дерматит, то есть такие вот рамки в уголках рта. Кроме того, аллергический гастрит, энтероколит, сопровождающийся рвотой, встудия в живота, боли в животе, жидкий стул или наоборот запоры. Со стороны органов дыхания приступают душ, якашель, риниты, ну, со стороны кожных покровов зуд, дерматиты. Кроме того, со стороны центральной нервной системы может отмечаться мигрень, головная боль. Из методов обследования сильно вас загружать не буду. Самое такое простое и понятное для вас – это в лабораториях есть панель аллергоисследования. На пищевые аллергены проверяются и моноглобулин Е. Какие же могут быть пищевые аллергены? Это белок, молока, яйцо, бобовые грибы, злаки, орехи, пряности, морепродукты, мясо. В лечении основное правило нужно запомнить – это научиться управлять аллергией. Да, существует и фармакотерапевтическое лечение, когда применяются препараты различные. Но, опять-таки, это все временно. Это для снятия каких-то острых симптомов и проявлений. Но излечить полностью эти препараты вам не помогут. Какое же меню при аллергии? Что не должно содержать меню при пищевой аллергии? Это копченые маринованные продукты, алкогольные и газированные сладкие напитки, изделия с большим количеством различных консервирующих и ароматизирующих веществ, жевательная резинка, различные соленые закуски, в частности, чипсы, сухарики, орешки. Также несколько советов. Должна быть исключена из рациона аллергическая пища. Это номер один совет. Хотите, не хотите, вырабатывайте силу воли, но дабы излечиться, надо поступать так. Рецепты блюд не должны содержать различные жареные, копченые, соленые продукты. Если захотелось мясо, желательно отварите, потому что это самое такое индифферентное получается. И в основном-то провоцируют все-таки продукты, подвергающиеся жарке и копчению. Питание при аллергии должно быть балансированное. Не ешьте много еды. Желательно кушать еду средними порциями, 3-4 раза в день. Ни в коем случае не включать в питание цитрусовые продукты. Отказаться от употребления алкоголя. Не пересталивать свое блюдо. И помните, приготовление пищи не должно отнимать много времени. О вариантах диет при пищевой аллергии я рассказывать не буду. Я их помещу ниже под роликом. По профилактику пищевой аллергии. Профилактика направлена на устранение аллергенов, факторов риска и провоцирующих факторов с учетом возраста. Наличие генетически детерминированной предрасположенности к развитию аллергии и сопутствующих соматических заболеваний. И повторюсь, я опять сакцентирую ваше внимание, потому что я основываюсь, когда приходят ко мне пациенты, только на первом моем правиле. Это выяснение причины, по которой возникает та или иная патология. Прежде чем назначить терапию по поводу пищевой аллергии, следует исключить другие заболевания, которые по клиническим симптомам напоминают аллергические реакции на пищу. Это могут быть заболевания желудочно-кишечного тракта, психические нарушения, метаболические нарушения, интоксикации, инфекционные заболевания, анормалии развития желудочно-кишечного тракта, недостаточность функции поджелудочной железы, передозировка лекарственных средств, эндокринная патология и многое другое. То есть надо найти опытного врача, который разберется с вашей аллергией. На этом я заканчиваю свое сообщение. Не болейте, будьте здоровы, берегите себя.